13 триллионов частных инвестиций планируют влить ближайшие 4 года в развитие запада страны. Большая стройка ждет Актюбинскую, Атараусскую, Западно-Казахстанскую и Мангустаусскую области. Комплексный план сегодня приняли в правительстве. Перемены коснутся промышленности, инфраструктуры, социальной сферы и, главное, нефтехимии, состояние которой на днях раскритиковал президент. Сабина Архимбай расскажет, над чем предстоит поработать к обмену. Увеличить объем промышленности в Актюбинской области, построить дороги в Западно-Казахстанской, новые школы в Атараусской, а также освоить новые месторождения в Мангистаусском регионе. Таков план Кабинета министров и Акиматов на ближайшие несколько лет. В общей сложности запланировано 600 проектов на 15 триллионов тенге. Все они напрямую и косвенно должны сказаться на социально-экономическом развитии Западного Казахстана. В комплексный план включены такие социально значимые проекты, как строительство жилья для социально уязвимых слоев населения, строительство объектов здравоохранения и модернизация объектов образования. В целях создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций планируется реализация крупных инвестпроектов. В Атараусской области в планах, наконец, решить проблему с частыми авариями на электросетях. Также Аким пообещал развивать сельское хозяйство, туризм и бизнес. В западно-казахстанском регионе ожидается строительство 1800 километров дорог и ремонт аэропорта в Уральске. В Аангистауской области наблюдается демографический бум. Поэтому, как сказал глава региона, требуется сделать упор на строительстве нового доступного жилья и развития инфраструктуры. До 2025 года построят новый нефтехимический комплекс и газоперерабатывающий завод. Кроме того, планируется, наконец, решить проблему с водоснабжением. В комплексном плане предусмотрено строительство и расширение девяти опреснительных заводов и установок. Планируется создать больше 55 тысяч рабочих мест. По итогам реализации плана к 2025 году ожидается, что объем промышленности увеличится на 35%. Будет обеспечен стопроцентный охват населения водоснабжением. Доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 95%. Вот в эксплуатацию 3,5 миллионов квадратных метров жилья. Нужно отметить, что из 15 триллионов, которые направят на развитие четырех регионов страны, только около двух триллионов из республиканской казны. Остальные средства вне бюджетные. Премьер-министр поручил обеспечить своевременную и качественную реализацию комплексного плана. Главное, чтобы жители регионов действительно ощутили положительные изменения и увидели перспективу. Сабин Рахимбай. Итоги дня.